Всем привет, друзья! Меня зовут Даниил, вы на канале Таганай. Многие меня ругают за то, что я начинал как серьезный страйкбольный канал, а потом начал скатываться. Сначала в компьютерные игрушки, а потом и вообще в политоту с клюквой. Мол, предал свое увлечение и свою аудиторию. Сегодня я предлагаю посмотреть, как сложилась судьба популярных страйкбольных каналов, на которые я в свое время ориентировался, и вообще посмотрим, что происходит на страйкбольном ютюбе. Будет интересно. Поехали! Но сначала немного, совсем немного истории. И так, Airsoft тематика на канале Таганай появилась совершенно случайно в 2015 году, когда я захотел рассказать про свой новый привод VSS Vinteress 9х39. И так получилось, что в отличие от всех моих предыдущих видео, этот обзор оказался востребованным, интересным, его смотрели, комментировали и репостили. Ну, а потом мой канал заметил Костя Ланкастер и помог с продвижением, помог сформировать вот эту самую первую аудиторию, а это самое сложное, что может быть на ютюбе, за что, кстати, Косте, еще раз огромное спасибо, надеюсь, ты не жалеешь. Когда я начинал, на страйкбольном ютюбе существовало достаточно большое количество интересных и разнообразных каналов. Я внимательно их изучал, чтобы понять, как строить подачу материала, на что делать акценты, технические аспекты и так далее. Самым крупным и популярным каналом по страйкболу уже тогда был Марти Айрсофт Александра Левченко. Со значительным отставанием следовали Ред Арми Айрсофт и уже названный мной Костя Ланкастер. Андрея Пэта я не упоминаю, он тогда делал преимущественно ролевки по Сталкер Страйку, и страйкбольным каналом я его не считал. Но кроме вот этих крупных игроков было еще несколько каналов поменьше. Когда я выпустил свои первые несколько видосиков по страйкбольной тематике, авторы этих каналов начали их комментировать, репостить и вообще всячески меня поддерживать. И так мы и познакомились. И я, как зеленый новичок, решил ориентироваться именно на эти каналы. И сейчас я вам про них расскажу. Первый из них это ВАЛД-151 или 151-е убежище. Канал Дмитрия Белова, своим названием и заставкой, отсылающий нас к эстетике мира Fallout. Однозначно этот канал мог смело претендовать на звание самого лампового, душевного и смешного канала по тематике страйкбола. Дима не просто делал годные обзоры. Он шутил, пародировал других блогеров, заморачивался с хромакеем ради забавных скетчей и не стеснялся посмеяться над собой. Это было классно. Абсолютно не пафосная и очень добрая манера Димы моментально располагала к себе. После его зажигательных видосов на свою мрачную морду я просто смотреть не мог. Сегодня наша передача посвящена спецоружию, спецподразделении спецназа. В свои обзоры Дима вкладывал огромное количество сил и творческой энергии. Каждый раз старался придумать для нас что-то новое, оригинальное. Получал ли он должную отдачу в виде огромного количества просмотров и подписок? Нет. Итак, всем привет, с вами вновь Манчестер. И сегодня у нас на обзоре очень знаменательная штука для светлой стороны. В последние годы Дима признавался, что темпы роста канала оставляют желать лучшего. Значительная часть видосов не набирала серьезных просмотров. На фоне стремительного роста крупных каналов, да и моего канала тоже, все это выглядело очень печально и бесперспективно. Сейчас возникает ощущение, что Дмитрий просто забросил канал. Видосы страйкбольной тематики на нем появляются крайне редко. Впрочем, пусть Дима лучше сам расскажет. Привет всем подписчикам Таганая. Кто со мной не знаком, меня зовут Ярл. Я некогда являлся ведущим канала Убежище 151 или ВАЛ-151. Почему я забросил страйкбольную тематику? Ну, наверное, потому что я искренне считаю, что страйкбольная тематика в плане блогинга и именно видеоблогинга довольно гиблое дело для развития полноценного канала, который можно монетизировать. Я считаю, что проблема страйкбольного видеоблогинга в том, что у него слишком узкое направление и слишком малые объемы зрителей. И, к сожалению, развиваться исключительно на этой тематике, но это сложно. Если брать во внимание именно Убежище 151, там будет некая перетрубация тематики, и она, скорее всего, уйдет в соответствии своему названию. То есть она была основана на вселенной Fallout и именно постядерный апокалипсис. Я хочу его прикрутить, именно этот канал, именно к этой теме и расширить свою аудиторию путем привлечения информативным и видео по киновселенным, по игровым вселенным, которые непосредственно завязаны на тематике постапокалипсиса. То есть это какие-то рейтинги кино, рейтинги игр и тому подобное. Но на все это нужно время. Одновременно с этим стартовал новый проект, который завязан на тематике путешествий, туризма и что-то темы схожи с ней. Жизнь малыми шагами. Если Даня не пожмется, то добавит ссылочку внизу в описании. Может, вам будет интересно. Я все, конечно, подготовил текстом Дане, но думал, что, если сказать так от души и сумбурно, то будет, наверное, более правдиво, чем то, что я зачитаю с готового текста. Привет! Я ностальгирующий стрейкболист. Я это помню, поэтому вам не обязательно. Все это на самом деле очень грустно, потому что аналогов канала Убежище 151 на стрейкбольном ютубе просто нет и вряд ли они появятся, никто не будет так заморачиваться. Поэтому я считаю, что Валт 151 – это один из самых недооцененных стрейкбольных каналов. Еще один канал, который также был для меня ориентиром, особенно с точки зрения качества и подачи материала, и он также очень недооценен – это Недиванный Эксперт. Вы наверняка его помните. Смешной голос, говорящие руки, полотенца с Человеком-пауком. Автор канала Дмитрий Рут, кстати, практически мой земляк из Екатеринбурга, несколько раз принимал участие и в моих видосах. А теперь, внимание, сюрприз. Недиванный Эксперт, оказывается, был самым первым стрейкбольным русскоязычным каналом на Ютубе. Не Марти, не Гердос, а именно Недиванный Эксперт. По крайней мере, если верить, дайте первого опубликованного видео по тематике стрейкбола. Если я не прав, поправьте, пожалуйста, в комментариях. И ведь какой действительно хороший контент был на канале. Все четко, информативно, максимально сжато. Автор экономил наше время. Но при этом обзоры не получались сухими, потому что свои видосики Дмитрий активно разбавлял какими-то шутейками, приколами. И смотрелось все это очень живенько. Видео на канале Недиванный Эксперт выходили. Регулярно всего было выпущено более 230 обзоров. Но при этом хайпить у автора не получалось. И его самый успешный видос не набрал даже 90 тысяч просмотров. Кроме того, Дмитрий Рут был инициатором и создателем такой передачи, как «150 шоу», где популярные стрейкбольные блогеры и представители стрейкбольной тусовки из регионов собирались в формате видеоконференции и обсуждали различные насущные вопросы. В этой передаче успели поучаствовать и Костя Ланкастер, и Гердос, и бородатый стрейкболист, и многие-многие другие. Но после ноября 2017 года на канале Недиванного Эксперта перестали выходить видосы. Просто как отрезало. Сам Дмитрий Рут давать комментарии отказался, а жаль. Но я рискну предположить, что причина та же, что и у Димы Белова. Низкая отдача, малое количество просмотров и подписчиков. Особенно в сравнении с другими каналами. Перед тем, как Недиванный Эксперт незадолго до закрытия канала скрыл количество подписчиков, там было около 15-16 тысяч, если я не путаю. То есть его давно и со свистом обогнали не то что Марти, а еще и Ред Арми и Ланкастер. При том, что, напомню, это был первый русскоязычный канал на Ютюбе по стрейкбольной тематике. И контент он выкладывал регулярно. Их к качеству контента претензий не было, но при этом не выстрелило. И его обогнали практически все. Согласитесь, есть от чего приуныть. Когда ты выкладываешь контент, стараешься и не получаешь никакой отдачи. Поэтому Недиванный Эксперт один из очень недооцененных каналов. И я считаю, что с его закрытием стрейкбольный Ютюб и мы, зрители, потеряли интересный и очень информативный контент. Следующий канал, судьба которого меня также очень печалит, это Бородатый стрейкболист. Канал Юрия Трубникова из Липецка. Кстати, первое стрейкбольное видео также появилось на этом канале раньше, чем у Марти. Ну а регулярный стрейкбольный контент стал появляться с 2013 года. Если вы не можете, если у вас руки жопы, вообще нехер в привода лазить на самом деле. Ламповый, непафосный, с подробными обзорами на всякие интересные штуки. Кроме того, именно к Юри переехало 150 шоу, сменив название на «Вечер с Бородатым стрейкболистом». Кстати, я там тоже пару раз участвовал. Всем привет, любители стрейкбола, с вами Бородатый стрейкболист. И это «Вечер с Бородатым стрейкболистом», который посвящен, в общем-то, новому тренду у нас в стрейкболе «Сиськи на броне». Я, наверное, совру, если скажу, что на канале Бородатый стрейкболист был какой-то прям поражающий воображение контент. Какие-то суперэксклюзивы, невероятные новинки, потрясающее качество картинки или звука. Юра был ценен тем, что он являлся настоящим активистом и энтузиастом стрейкбольной тусовки. Он эту тусовку формировал, объединял, проводил репортажи с крупных игр и мероприятий, брал интервью у иностранцев и вообще всячески продвигал наше хобби. И при этом просмотры на его канале были очень низкими. Подписчиков было гораздо меньше, чем даже у «Убежища-151» или «Недиванного эксперта». На здоровье! Нельзя сказать, что Бородатый сейчас совсем забросил контент, но стрейкбольные видео на нем выходят крайне редко, да и с просмотрами все совсем печально. Юра, несмотря на то, что он приболел, согласился записать для нас видео. Ну что еще ты хочешь знать, Юрий Падалан, да? А я тебе рассказал, как мы на пике поднялись, как мы держались, как могли. Нас было немного, но мы держались. Хочешь знать, почему я закончил свою карьеру? Ну, давай, наливай. Сейчас разберемся. Знаешь, почему я закончил? Наверное, потому, что это просто никому не надо. Понимаешь, честные обзоры никому не нужны. Живя в городе, в котором нечего взять на обзор, господи, у ребят в Питере, в Екатеринбурге. Есть свои магазины крупные, со складами. Можно прийти, взять привод на обзор. Можно рассказать о нем людям. Ну, бля, у меня ничего такого не было. Потому что, знаешь, я не вижу смысла продолжать делать обзоры на какие-то шмотки, которые нафиг никому не нужны. Людям нужны привода, людям нужны бабахи, всякая такая херня. Вот это круто, вот это заходит. А держать канал ради очередного обзора 60-94, ну, нафиг оно мне не надо было. На самом-то деле, я вот на чистом энтузиазме все делал, полностью весь свой канал поднимал. Просто так, без платы, без какой-либо, без благодарности спонсорам и прочему. И вот, наверное, в этом вся проблема. Честный обзор, они никому не нужны были. Они нужны были, наверное, только мне. Поэтому я с этим и завязал, потому что в этом нет смысла. Просто не целесообразно. Расходу нельзя. Я лучше окунусь в какое-то свое отдельное хобби, которое называется страйкбол. И канал к нему был просто дополнением, которое так и не стало работой, как у многих страйкболистов. Это был бородатый страйкболист. Конец связи. И ведь это только те, кого я смотрел наиболее активно. Но есть ведь еще и многие другие. Например, легендарный русский Гердос. Самые ранние видео на канале датированы 2013 годом. Но вообще автор канала Костя ввел блог статей по страйкболу чуть ли не с 2007 года. И был в этом плане одним из основоположников страйкбола в Рунете. С 2013 года на канале выходят регулярные интересные обзоры страйкбольного вооружения и снаряжения. Ведутся обсуждения вариантов тюнинга и запчастей. Всем привет, с вами Бивис. И я вот одел наушники и начал оперировать сразу. Для старожилов Гердос это легенда. Но посмотрите на количество подписчиков. Разумеется, с такой отдачей видео на канале стали выходить все реже. А год назад и совсем перестали. Опять же, о причинах закрытия канала нам расскажет сам автор. Костя, тебе слово. Всем привет, с вами Русский Гердос. И сегодня я расскажу, почему закрыл канал. Все просто и банально. Время. Времени нет. Нет ни на съемки, нет ни на монтаж, на выкладывание, на срач в интернетах. На все это резко прекратилось. Прекратило выделяться время. Если кто-то думает, что записывать видео и делать это очень легко, то хрен бы там, мы когда снимали в мастерской какие-то вещи, мы редко выходили там. Ну, садились мы где-то около 6-7 вечера снимать. Выезжали из мастерской, ну, около 12. Вот, так что все банально. Времени не хватает. Есть работа, семья. К сожалению, YouTube столько бабок не приносит, чтобы мне не заниматься, не работать больше нигде. Да и работу я свою люблю, как бы, больше, чем YouTube. Не забывайте играть правильно в страйкбол, всем счастливо. Далее Виталий Самойленко, голландец Airsoft. Первый и, собственно говоря, единственный страйкбольный блогер из Украины. Первый видос датирован 2012 годом, регулярный выход контента с 2013 года. За время существования канала снято более 170 видео. Самое популярное из них набрало почти полмиллиона просмотров. И при этом к 2019 году всего 11 тысяч подписчиков. Уже два года новые видео на канале не выходят. Виталий, что случилось? Меня зовут Виталий, канал Голландица Airsoft. Точнее сказать, бывший ведущий канала Голландица Airsoft. На данный момент уже более года не снимается видео на этот канал. Видео записывается специально для канала Даганай, Данила. Значит, что хотелось бы сказать. В 2015 году я начал серьезно снимать видеоролики на свой канал на Ютюбе. В 2018 перестал снимать ролики, забросил канал на Ютюбе. И команда перестала активно играть в страйкбол. Что произошло в этот год? Первое, это пришло два страйка на канал по пиротехническим изделиям. То есть у меня были два видеоролика, как сделать страйкбольный фугас. Я рассказывал об этом. И на них пришел страйк. Вместо того, что поменялась политика Ютюба. При третьем страйке канал удаляется полностью. Соответственно, то есть канал висел на волоске. И снимать туда и загружать в дальнейшем какие-то другие ролики уже не было смысла. Нужно было заниматься снятием страйка и так далее. То есть в этом же году я переезжаю в командировку в другую страну на три года. И по сути в этом же году я принял решение забросить канал. Потому что у меня уже в тот момент было двое детей. И нужно было заниматься уже их воспитанием. Соответственно, приоритеты просто ушли в более серьезные вещи. До сих пор очень люблю страйкбол. И, конечно, хочу играть в него и дальше. Возможно, почаще, чем сейчас. И вот так Украина осталась без своего единственного страйкбольного блогера, что и явно не способствует развитию страйкбола на территории страны. А ведь есть еще Fury 84 с геймплеями, который даже покупал рекламу у Марти, но год назад тоже все бросил. Автор лучших снайперских геймплеев Rusty Airsoft, который в последний год практически полностью переключился на своем канале на стримы шутеров, в частности Escape Front Ark. У него чуть более 5000 подписчиков. А ведь его видео «Снайпер в страйкболе», выложенное в рамках конкурса на другом канале, набрало 3 миллиона просмотров. У меня ни один видос столько не набрал. По идее, по справедливости, Rusty должен был стать новричем российского страйкбольного ютюба и иметь сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров под своими видео. Но вместо этого он с 5000 подписчиков скромно стримит тарков на своем канале, а страйкбольные геймплеи чаще публикуют на канале Red Army Airsoft. Кстати, Rusty, по крайней мере, видео от свой канал, поэтому я рекомендую на него подписаться. Ссылочка, естественно, будет в описании под видео. Давно не выпускает видосов Скаут Снайпер. Забросил страйкбольную тематику на своем канале мой друг Олег Жук. Канал мастерской Апостол Армс, где рассказывали про тюнинг и начинку, также уже год не подает признаков жизни, хотя сама мастерская работает. Ничего не видно и не слышно от канала Злой страйкболист, где Михаил Казаков брал интервью у различных популярных личностей из страйкбольной и околострайкбольной тусовки. Канал FrontNN периодически очень редко еще выкладывает видео, но это тоже больше похоже на агонию. Ярко выстрелил, но также внезапно исчез канал 1.1 Review с харизматичным ведущим, классной картинкой, информативными обзорами, но на нем уже тоже очень давно ничего не выходит. Из тех относительных старичков, кто еще не сдался, Hornet и SormTV продолжают периодически выкладывать контент. Также должен выделить канал Sheik Airsoft. Его автор Дамирыч всерьез заморачивается с качеством картинки и спецэффектами. Это уникальное явление для сегодняшнего российского страйкбольного Ютуба, так что обратите внимание на этот канал. Хедшоты Airsoft пытаются выплыть, сменив тематику на геймплей с ролевых игр и обзоры ERP Solid Style, и в принципе такой контент заходит. Валерий Жандаров из Voodoo Team целый год не снимал обзоры, но сейчас вроде возвращается в строй, поэтому на нем крест не ставим. А ведь есть еще Old School Airsoft, проект в раскрутку которого однозначно вкладывались деньги и был отличный рост. Эти ребята за год обогнали и бородатого страйкболиста, и гердоса, и убежище 151, а потом просто все бросили. Канал Военный Обзор, тоже весьма близкий к страйкбольной тематике, и который мог похвастаться весьма приличным ростом, тоже уже несколько месяцев не публикует новые видео, и, как сказал его автор Иван Савин, скорее всего их уже и не появится. Конечно же, на смену ушедшим ветеранам приходят молодые, Airsoft R05, страйкбольный блогер из Махачкалы, Данила Пепел Airsoft, солдаты Airsoft и многие другие, но надолго ли их хватит? Вот в чем вопрос. И на самом деле прекрасно понятно, почему так происходит. Airsoft тематика имеет очень узкую специфическую аудиторию. Во всей России в страйкбол играют активно ну 30 тысяч человек, и еще 20 тысяч это те, кто играли раньше, либо планируют начать в ближайшее время. Всем остальным на этот вид спорта глубоко пофиг. И даже на топовых каналах самыми популярными оказываются видео, которые могут быть интересны не только страйкболистам, но и всем окружающим, ну либо какие-то супер яркие динамичные геймплеи. Из гранатомета в голову? Да, это прикольно, это ржачно, это посмотрят все. Набор новичка за 6 тысяч рублей? Обалдеть! Неужели это возможно? Да, это тоже посмотрят многие. Знаете, какое одно из самых популярных видео на чисто страйкбольном канале Lancaster Airsoft? Обзор мини-моделек пистолетов, которые к страйкболу вообще никакого отношения не имеют. На не менее страйкбольном канале Red Army Airsoft наиболее популярный снайперский геймплей от Rusty, про который я уже рассказывал, внезапно фаертак и смешные моменты. Ну, понятно, это всем интересно. На канале Marty самые популярные это геймплей с ролевых игр. Да и вообще, как сказал мне Виталий Самойленко, количество поисковых запросов по тематике страйкбола в последнее время снижается. Интерес к теме падает, и такими темпами в ближайшие годы мы рискуем остаться вообще без малых и средних каналов по страйкбольной тематике, а на ютюбе останутся только крупные игроки, такие как Lancaster Airsoft, Red Army Airsoft, Андрей Поэт и Marty Airsoft, ну и те, кто до их уровня успеют подтянуться. И таким образом, я и вы, те, кто интересуетесь темой, мы все остаемся без интересного, а главное разнообразного страйкбольного контента. Это печально. Получается, что страйкбольные каналы убивают инертность и незаинтересованность и без того крошечной аудитории. И авторы, видя, что затраченные усилия и время не дают никакой отдачи, они просто прекращают выпускать контент, бросают все это, находят другие дела. И в принципе правильно делают. Если вы хотели такой судьбы для канала Таганай, то я не хотел. И я хотел, чтобы канал Таганайроса развивался, и поэтому постепенно стал выходить за рамки страйкбола. И, как мне кажется, это пошло каналу на пользу. Но да, канал Таганай сейчас уже нельзя назвать каналом про страйкбол. Скорее, это канал страйкболиста, который рассказывает про все, что ему интересно. Про игры, про фильмы, про клюкву в играх и фильмах, про историю и многое другое. И, судя по вашим отзывам, по вашей вовлеченности, по просмотрам и комментариям, вам это тоже интересно. И это очень здорово. Я и в будущем постараюсь радовать вас контентом. Но не все так радужно, конечно. У меня та же проблема, что у всех ребят, кого мы выслушали сегодня, это свободное время. Канал Таганай для меня это все еще хобби. А есть основная работа, которая съедает очень много времени. И, соответственно, с этим все сложно. Поэтому видео сейчас выходят редко. Прошу понять и простить. Опять же, чтобы эту ситуацию исправить, я создал Патреон. Будет отдельное видео с большим официальным анонсом, с призывом становиться патронами. Но те, кто досмотрел до этого момента, наверное, это самые преданные и заинтересованные зрители. Поэтому с вами делюсь заранее. Да, теперь у вас появится возможность финансово поддержать выход видео на канале Таганай, создание контента. Я со своей стороны, опять же, придумаю обязательно способы поощрения для своих патронов, чтобы вы себя чувствовали вовлеченными в существование канала. И я очень надеюсь, что когда-нибудь это позволит мне сосредоточить все свои усилия и все свое свободное время именно на создание контента на канале Таганай. И, соответственно, канал станет для меня источником средств к существованию. Я верю, что это произойдет нашими общими усилиями. Так что, если возникло желание и есть возможность поддержать выпуск видео на канале Таганай, то ссылка будет в описании под видео и где-то здесь на экране. Ссылки на все каналы, про кого я сегодня рассказывал, будут в описании под видео. А у меня на сегодня все. С вами был Данил, канал Таганай. Следующее видео будет по вселенной метро. А нет, следующее видео будет анонс Патреона официальный. А потом уже Игру Клюква по метро. Она уже вот в активной работе. Еще раз огромное всем спасибо за просмотр, особенно те, кто досмотрел до самого конца. Вы прям крутые ребята. Молодцы. Скоро увидимся. Всем пока.